На портал Экзегет пришел вопрос, можно ли спастись без скорби и болезней, или чтобы обрести Царство Небесное, обязательно надо помучиться. «Всякие, желающие жить благочестиво, — говорит апостол Павел, — гоним будет. Христос призывает нас идти тесным и тернистым путем». Что такое тернистый путь? Это путь, где много колючек, и скорби неизбежны, потому что, чтобы войти в Царство Божие, человеку надо исправиться, ему надо выздороветь, ему надо выпрямиться. А он скрючен, он похож на инвалида, который не двигается духом своим. Это всегда болезненно. Христос говорит, «Всякий, кто хочет идти за мной, да отвергнется себя, возьмет кресло и за мной идет». Вот это отвержение от себя вторым естеством, которого стал грех, оно всегда, конечно, болезненно. Но есть люди, которые любимы Богом, которые любят Христа, все люди любимы Богом, которые проходят эту жизнь с меньшим количеством скорбей. В этом тайна промысла Божия, мы не знаем почему, но обычно это подвижники. У многих святых отцов встречается такая мысль, что если человек не трудится сам в самоограничении, то Господь посылает ему болезни для того, чтобы преодолеть то, что с помощью самоограничения он мог бы преодолеть сам. Хотя это не всегда работает. Мы знаем многих святых великих, например, Амвросия Оптинского, который тяжко болел почти всю свою жизнь. Он лежа принимал посетителей, потому что не мог вставать. Мы видим согнутого, сгорбленного Серафима Саровского, преподобного на иконах. Он был так избит, что жил с болями всю оставшуюся жизнь после нападения на его разбойников. Но, тем не менее, аскеза и смирение — это путь к тому, что Господу не придется нас смирять самому. Сердце сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. Потому что, когда человек трудится сам в смирении и в аскезе, это как раз путь к меньшим болезням при спасении. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok